И в праздники, и в будни. Нежедневная межведомственная комиссия с участием сотрудников профильного городского департамента, представителей перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины проверяют, как пассажиры соблюдают масочный режим в общественном транспорте. В ходе проверки самарцам разъясняют, что поездка без средства индивидуальной защиты органов дыхания не состоится. Маску нужно надевать перед входом в салон и не снимать до выхода. Масочный режим на транспорте до сих пор сохраняется. Установленное требование носить маску в салонах общественного транспорта и в ходе поездки в метрополитене никто не отменял. Мы в усиленном режиме охватывая утренние и вечерние часы пик и межпиковое время проверяем все виды транспорта и автобусные, и трамвайные, и троллейбусные маршруты, и линию метрополитена. Принцип работы у нас прежний. Мы заходим в салон, проверяем о том, чтобы у всех пассажиров была маска на лице, чтобы она была надета и плотно прилегала, закрывая нос и рот. О здоровье самарцев заботятся и перевозчики. Перед выходом на линию транспорт обязательно моют и дезинфицируют. С персоналом проводится регулярный инструктаж. Водители и кондуктора во время работы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. О нарушениях пассажиры могут сообщить по телефону или в соцсетях. Кроме того, на линии работают контрольно-ревизионные бригады, которые не только проверяют наличие билетов, но и следят за соблюдением масочного режима. Перед выездом на линию экипажи наших автобусов получают маски защитные. Все автобусы у нас проходят ежедневную мойку. В подвижном составе установлены рециркуляторы воздуха, которые обеззараживают воздух. Мы постоянно следим за их исправностью, за частотой подвижного состава. Ирина пассажирка ответственная. Маска на готове уже на остановке. Говорит, переболела коронавирусом, поэтому теперь без средств защиты никуда. Постановление губернатора и требования регионального Роспотребнадзора еще никто не отменял. У нас еще не сняли запрет. Еще в Самаре носим маски. Только за прошедшую неделю в отношении антимасочников оформлено 23 административных материала. С начала действия масочного режима в общественном транспорте с сентября 2020 года, в отношении нарушителей, которые отказываются использовать средства индивидуальной защиты, сотрудники полиции составили 1992 протокола. За текущий год их уже 1013. За отказ выполнять требования о ношении масок в общественных местах предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 50 тысяч. В каждом конкретном случае решение принимается судами, куда своевременно направляются все материалы. Участники межведомственной группы напоминают, что в поездке маска по-прежнему необходима и детям, и взрослым.